В этом году исполнилось 100 лет со дня образования Северо-Западного научного исследовательского института молочного и лугопастбищного хозяйства. Это один из древнейших, можно сказать, институтов на Северо-Западе, в нашем регионе. Здесь воспитываются ученые, которые помогают своими знаниями, практически применяя их в сельском хозяйстве, на предприятиях, фермах, сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах. Ежегодно, последние несколько лет, проходят умельяновские чтения, посвященные академику Алексею Степановичу Умельянову, который 47 лет возглавлял институт и вырастил очень много ученых. Сам сделал десятки изобретений, одновременно с научно-практической конференцией, которая обозначена как аграрная наука на современном этапе. Мы чествуем работников института, служащих, научных сотрудников с юбилеем и, конечно же, говорим о проблемах, о тенденциях в сельском хозяйстве, Вологодщине и всей страны в целом. Сельское хозяйство Вологодской области и в стране в целом развивается очень стремительно. За последние 7-8 лет сделан просто огромный шискачок. А если говорить в ретроспективе, сравнивать с прошлым веком, если в 1940 году в нашей области средняя продуктивность на одну корову составила 1100 кг, то в ушедшем 2020-м надой с одной коровы у нас составил 7969 кг. Это рекорд за последние 27 лет, это очень высокий показатель. Я раньше здесь работал с 2000 по 2015 год, с 2006 по 2015 был замдиректором по научной работе. Как правило, мы занимались двумя направлениями, это за техни и растневодство, поэтому в каждом направлении, по большому счету, у нас были достижения. За время моей работы мы создали два селекционных достижения в крупно-рогатом скоте. Это вологодский тип чернопестрого скота, прилодский тип айширского скота, в области растневодства мы создали сорт гороха вологодский усатый. Поэтому есть чем гордиться на сегодняшний день.